Мы продолжаем наше путешествие по Полярному Уралу. В предыдущей серии мы добирались по зимнику из Печора до Воркуты с промежуточной остановкой в Инте. В целом нам везло с погодой, так что до Воркуты мы добрались целыми невредимыми с минимальными отклонениями от графика. Вторая часть фильма полностью посвящена Воркуте и Воркутинскому кольцу. Театр, который сгорел. Дворец культуры шахтеров, самый центр и сердце города Воркуты. Теперь главное не застрять. Как ты тут оказался, Винни-Пух? Редактор субтитров А. Друзья, город Паркута нас встречает морозным солнечным утром и у нас экскурсия по городу. Мы гуляем по старой части города. Улица Парковая, Московская. Сплошные здания 50-х годов постройки в стиле советского классицизма. Перед нами вид на площадь Кирова в историческом центре в Иркуты. В здании с колоннами располагается городская детская больница, построенная в 1950 году по проекту архитекторов Силда Луниова. Изначально вместо Кирова на площади был установлен памятник Сталину, как на этих старых фотографиях 1956 года. Ее строительство было заложено в 1937 году. В 1941 году построено. Это здание историческое. Архитектор этого здания Печелак Латаржевский. Очень знаменитый архитектор во всем мире. Он был специалист по высоткам. Он строил высотки в США, проектировал пульс территории ВДНХ. И по поводу ВДНХ у него возникли споры со Сталином. И в итоге он попал в нашу лагеря. Продолжаем гулять по центру Иркуты. Здесь вот площадь центральная. Такой здесь классический прям ансамбль. Архитектура 50-х. Это считается вот третий центр Воркуты. Третий и нынешний основной центр. Потому что от этой улицы сейчас слева от меня начинается улица Ленина. И она как бы насквозь проходит через город. Через центральную площадь. Дворец культуры шахтеров. Самый центр сердца города Воркуты. Господа, греемся. Сейчас направо повернем. Да, друзья. Я сейчас сижу в мраморном зале Дворца культуры шахтеров Воркуте. Центр города и вот один из его символов. Вот это дворец культуры. Совершенно такое бесподобное панно на потолке. Роспись. Люстра. Шикарное совершенно место. Монументальный дворец культуры шахтеров и строителей был возведен в 1959 году к 25-летию Печорского угольного бассейна по проекту Всеволода Лунева, главного архитектора Воркуты 50-х годов прошлого века. На крыше дворца установлена фигура Родины Матери, символизирующая победу на фронте. По сторонам от главного входа установлены бронзовые скульптурные группы олицетворяющие шахтеров и геологов, первооткрыватели Печорского угольного бассейна. Поговаривают также, что в правой скульптурной группе запечатлен сам товарищ Сталин в одежде горняка. Также примечательно, что в левой скульптурной группе есть фигуры девушки-геолога. Почему изобразили девушку? Александр Чернов, мы подъедем позже к его памятнику, он является предоткрывателем всех углей вообще на реке Печорья, то есть Печорского угольного бассейна. И он впервые в мире открыл женские геологические курсы. Вот впервые в мире, благодаря ему, у нас геологи, женщины вышли в 30-е годы, очень много было женщин-геологов, руководителей геологических партий. Парсонафьева, Сошкина, это вот такие знаменитые ученицы-геологини, которых потом руководили партиями геологов. Похоже. Это театр, который сгорел. О, красиво такое. Это вот там, где сейчас Керов стоит. Вот тоже самое, только стоит Сталин. Центр города, 50-е годы, поэтому военные парады проходили. А вот это здание, это то, что сохранилось? В детской больнице. А, больнице. Здесь все стоит. Да, 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 вот это. А это Сталин, в данный момент Сталин. Ансамбль Площади Мира был разработан архитекторами Райкиным, Савчином, Гонскевичем под руководством Всеволу-Лунево. Великая называла Воркуту в своих воспоминаниях Лунёк, сделавший город настоящей жемчужиной Заполярье. Пройдет еще немного времени, и Воркута превратится в красивый и благоустроенный социалистический город, достойный героического труда людей, покоривших Заполярье. Так писал Лунёк в своем очерке Воркута «Сегодня и завтра» в 1959 году. Воркута «Сегодня и завтра» Воркута «Сегодня и завтра» Я шагаю сквозь ветер и утро по твоим площадям в Рокутах. Воркута «Моя Воркута» Так, обратите внимание, слева здание, бывшее здание бассейна, это уже Ветелохунев, самое последнее его здание, оно сейчас не функционирует. Вторая центральная площадь Воркуты, здесь находится горная техника. Слева от нас стела со знаком Шатерской славы, так называется площадь юбилейная, посвящена 50-летию Кучерского бассейна. История Воркуты тесно связана с именем Чернова Георгия Александровича, доктора геолога минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР. Чернов стал первооткрывателем Воркутинского угольного месторождения, нефтегазоносного района Большеземельской тунгры, включая Усинское и Хариадинские месторождения. Едем дворами Воркуты, ближе к набережной, улица Димитрово. Едем сейчас смотреть поселок Рудник. Здесь открывается вид на набережную. Здание сделано по кругу, кругом, что-то из-за металла. С Шахтерской набережной открывается вид на заброшенный поселок Рудник. После открытия в 1932 году геологом Георгием Черновым Воркутинского угольного месторождения началось активное геологическое освоение этого района. А в 1932 году была заложена первая угольная шахта на правом берегу реки Воркуты, в месте, где впоследствии был образован поселок Рудник. В сентябре 1934 года шахта дала первый промышленный уголь, что стало началом промышленного освоения Воркутинского угольного месторождения и Печорского угольного бассейна в целом. Впоследствии поселок Рудников пошел в черту города Воркута. Ныне же поселок полностью необитаем. Попасть на правый берег из Воркуты можно по подвесному пешеходному мосту, находящемуся в аварийном состоянии. Вот как раз там был обнаружен первый уголь. Сейчас это называется 37-е обнажение. Вот 5 обнажений он сразу по берегу реки обнаружил в районе ТЭЦ и вот сюда выше. Он понимал, что уголь высокого качества, но то, что здесь реально построили губы, даже предположить никак не мог. Кстати, это все была тундра, голая тундра. Они пришли сюда две недели, они шли только по реке Воркутата, а сейчас за собой лодки на Бечевой. Это очень сложный маршрут был, потому что никак иначе попасть сюда невозможно было. Преодолели 101 порог. Он прямо так описал свои воспоминания в чернове. Лодки тащили веревками? Лодки тащили веревками. А как иначе против течения? Дело в том, что он такой талантливый человек, что он фотографировал. Благодаря тому, что вот он еще и фотограф был, он сохраняется фотографией. Вот видимо жена фотографирует три парня и он сам. Вот он сам. Он описывается из воспоминаний, как тяжело парней выгонять в ледяную воду, чтобы вручную разбирать пороги. Камни постоянно встречались. То есть она не глубокая такая, да? Можно понять. Она была породища, сейчас она глубокая, потому что ее подпирает плотина. А раньше была просто вот такая вот порожистая река. Берега высокие и очень много камней. Вот он, Воркутинский Пентагон. Или Китайская стена. Легендарный дом на Димитрово 5Б. Огромный дом, три подъезда. Дом, насколько я понимаю, насчитывает 300 квартир. Из них сейчас, дай бог, питаем их 50. Мы сейчас побывали в этом доме и покажем вам, как там живется и какая там обстановка. Сейчас попробуем пробраться на верхний этаж. Вот это подъезд с лифтом. Сергей, как настроение? Настроение отлично. Теплый, чистый, красивый. Разукрашенный. Будем осмотреть. Теперь главное не застрять. Вот, еще минус 7. Ну, здесь есть вот сотовый лифт ремонта. Здесь котов много еще живет. Вот уже есть. Такого никогда не видел. В общем, в доме 300 квартир. Из них сейчас обитаемо, ну, дай бог, 40-50. А остальные квартиры с фасада забиты досками, чтобы не выходило тепло. Вот. Коты. Ну что, идем? Ну, это подъем на крышку. Квартира. Заколоченная, заброшенная. По сути, там мусор. Но есть и живые. Вот это центральная часть, по которой можно потом спуститься. А, вот здесь еще один лифт. О, что здесь пилос. Здесь вообще света нет в этом коридоре. То есть тут жилых квартир не осталось. Ну, это, так сказать, не парадная Воркута. Смотри, монтажка все в Воркуте. И прям баллон тут. Да, здесь, конечно, много раз был пожар. И вот эта часть решетками отделена там, где живут люди. Потому что здесь можно предположить, что собирается всякий терминогенный элемент. Акта на отключение электроустановки. Отключение на автоматах, пробках. Неоплата. Да, неоплата платежных документов. Ну, вот это тоже заварено все. Пожар. 326-я партнер. 328-я. Звонил. Не, ну, вообще, конечно, жуткое зрелище. Ну, просто мы ездили по самому городу. Там город производит благоприятное впечатление. Вот решили зайти в этот дом. Это вот советский старый лифт. Самокабина здесь стоит. Который сгорел, по-моему, да? Самокабина тут? Нет, кабина тут. И она не горела. Дай-ка, спасибо. Сейчас заклини. Так, лифт у нас, получается... Это мы еще на девятом же, да, ходим? Восьмом. А, восьмом. 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 Здесь люди живут. Вот такой вот черный потолок. Здесь видно, горела проводка. Были пожары. В общем, как этот дом еще уцелел? Непонятно. Причем, я бы не сказал, что здесь холодно. То есть здесь тепло и забиты окна. За этим более-менее следят. Здесь батарея, по крайней мере. Не горячий. Ледяной. Креншик из мэйджик. Да, стай. Вот, щипа, по-моему, краба или ядца? А в креншик это дроба. Написано, что дроба, это магия. Куча граффити. Коридоры. Дом не обитаемый. А здесь света больше. Здесь живут люди. Ух ты. Лампы чуть-чуть не разбили, не убрали. Поверю. За решетчими. Пойдем. Пойдем, как и ветер. Пойдем. Пойдем. Двери так сильно, надежно, забиты. Шестой этаж. Ой, здесь кошки живут. Кыс-кыс-кыс. И чай так вот. Здесь отрешеченная территория, отрешеченная. Да. Здесь очень много кошек. Еще что ли их кормят? Да, домик веселый, конечно. Дом с привидениями. У нас сегодня день заброшенных домов. И начали мы фотосмотр с этого дома покорителем Заполярья Слава в Иркуте. Дальше поедем к Иркутинскому кольцу. Там тоже будет много всякого интересного. Здесь еще приходят щита. Весен заходи. Дальше поедем. Твои впечатления? Ну, мне страшно было реально. Один бы пошел в нем? Ну, там школьники лазят, как я понял, судя по всему. Ну, я бы один совсем прям один не пошел с школьниками, вряд ли. А мы сейчас побывали внутри этого дома. Ну, так. Впечатляет, я вам скажу. Здесь целые этажи заброшенных квартир. Заселено здесь, ну, дай бог, квартиры 40-50, как я понимаю. А остальные все вот оставлены, причем давным-давно. Двери заварены, забиты досками. В целом в доме не холодно. Мы смотрели стояки, частично есть отопление. И кое-где нет света. Ну, так все, конечно, зловеще. Настоящий дом с привидениями. А с вами закрыты все. Все закрыто, можем договариваться. Просто Саймон к нам сейчас в январе рубился. Знаете Саймона себе? Он приезжал, он у нас останавливался. Я его знаю. Они ездили через Елецкую, ехали в Дойлэп. И вот сейчас в январе они не пробились. Снег очень был такой. Через Тундру не проехал. Они через Харп ехали. Да, я знаю. До Полярного. Он же уже который раз там ездил. Если не Чищина не проехал, мы попробовали. Мы одно место сунулись, проехали метров 200. Они с Салихарда там дорогу уже набили. У них маршрут есть. А сейчас они вот с двумя крузаками тоже бились-бились и не приехали. Короче развернули обратно. Воркутинское кольцо представляет собой кольцевую автодорогу протяженностью около 50 км, соединяющую Воркуту с шахтерскими поселками, спутниками и шахтами. В поселке также соединяет железная дорога, предназначенная для транспортировки угля. Вся прилегающая к Воркуте шахтерская инфраструктура образовалась в советское время в процессе освоения Воркутинского геолого-промышленного района Печорского угольного бассейна. В 1990 году здесь работало 13 угольных шахт, из которых ныне действует только 5 плюс 1 угольный разрез. Добычей угля занимается предприятие Воркута Уголь, до 2021 года принадлежавшее Северстали, а ныне корпорации Русская энергия. Южная часть Воркутинского кольца проходит непосредственно через Воркуту. Двигаясь по часовой стрелке с запада на восток, мы начали знакомство с кольцом с практически полностью заброшенных поселков Заполярный и Комсомольский. Далее, двигаясь с юга на север, мы осмотрели основные и наиболее населенные поселки Воргашор и Северный. В настоящее время полностью заброшены расселенные поселки Юршор, Промышленный, Цементозаводский, Октябрьский, Советский и другие. Поселок Заполярный был образован в 1955 году в связи со строительством шахты номер 27 Заполярная. На въезде в поселок расположены вымершие кварталы заброшенных сталинок, расселенных давным-давно. Об этом говорят пустые глазницы оконных проемов и отсутствующие крыши зданий. В 70-х в Заполярном проживало чуть менее 10 тысяч человек. Сейчас же, по официальным данным, население поселка сократилось до 1 тысячи с небольшим. А фактически в поселке постоянно проживают от 300 до 400 человек. В Заполярном мы еще не представляли всех масштабов заброшенности некогда процветавших шахтерских поселков Воргутинского кольца. Надо сказать, что это довольно-таки грустное зрелище смотреть на еще жилые дома, соседствующие с заброшенным. Некоторые дома расселены частично, то есть часть подъездов обитаема, а часть уже отключена от коммуникаций. Это хорошо заметно по забитым окнам, замороженным стенам, свидетельствующим об отсутствии отопления. Полузамерзшие окна, видите, здесь дом... А, собственный дом-то тоже не жилой, поэтому он замороженный. Магазин заколоченный, старый, зеленый свет. Вот внизу окна все заколочены, значит, с квартирой. Видите, половина дома отапливается, половина замерзшая. Значит, отключено отопление. Здесь у нас дом культуры. Вход тоже занесен снегом. Вот этот дом отапливается жилой. Ну, вот так, занавески видны. А там мужик какие-то доски выкидывал прям. Ну, народ немножко подразбирает здесь. Не могу сказать, что мародерзивает. Скорее выживает. Здесь все-таки остались деревяшки. Всякие, которые можно использовать. Для растопки, для сетевого хозяйства. Могу понять этих людей. Пятиэтажечка. Отопление срезано. Как ты тут оказался, Винни-Пух? Отдел кадров какой-то. Какой-то. Не медведи больше срезают. Орган Воркутинского городского комитета КПСС и городского совета народных депутатов. Газета Заполярье. Сколько ждать обещанного? Обещанного у нас можно сдать вечно. Штабы заброшенности впечатляют. Это мы только зашли в один дом, посмотрели две квартиры. Дождались уже до того, что все превратилось в руины. И это мы только две квартиры посмотрели. А вот, вот этот общий трин. В свое время был дефицит. В идеальном состоянии. Все здесь отправлено. Все это стало мусором. Клада нет? Нет. Нет, потому что клады искателя уже прошлись. НОВ. НОВЫ. ИНОВ. 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 БЁ서. floated. Клади. ИНОВ. Поселок Комсомольский был образован в 1949 году и первоначально обслуживал три шахты, которые в 1976 году объединили в одну, назвав ее Комсомольское. В конце 80-х в поселке проживало до 14 тысяч жителей. Существовал даже проект объединения Комсомольского с более крупным поселком Варгашор в город Комсомольск. Однако из-за закрытия шахты программы управляемого сжатия в Иркутинской агломерации этим планам не суждено было свершиться. Сейчас, по неофициальным данным, в поселке проживает 40-60 человек. Осталось считанное количество домов, у которых есть еще жилые квартиры. Оставшаяся часть поселка постепенно разрушается и приходит в упадок. В течение ближайшего времени Комсомольский планируется окончательно расселить, причем шахта Комсомольская продолжит действовать. Сейчас ее в основном обслуживает поселок Варгашор. Поселок Варгашор. Здесь знаменитый памятник Углю. Рядом спорткомплекс. Юбилейный переулок. Тут в Варгашоре даже есть магнит и не один. То есть Варгашор, он действительно большой поселок. Здесь, конечно, есть заброшенные дома, но и население здесь явно всегда было выше. Поэтому тут много и жилого, и нежилого в перемешку всякого разного. Музей завален, видишь? А там жилой подъезд. Варгашор, в Иркутинске музейно-выставочный центр. Удивлен хорошей сохранностью. Здесь заброшенных домов. Во многих домах сохранились окна, балконные двери. Вообще рама в целом, да? Здесь, видимо, туристов всяких шастающих. Вроде нас. Не так много. Сюда доезжает. Есть, конечно, давно оставленные дома. Там прям совсем пустые оконные проемы. Видны. 1969 год. А, ну вот, подъезд вроде открыт. Сейчас попробуем пролезть. Легим в карту. Тут здесь снега полно прям. Снега так много, что он заносит подъезд. Вот подъезд. Вот так все занесено. Сейчас слазим. Браво. Какая она меня за шиворот снегу полетела. Видимо, на самый верхний этаж заброшенного дома в поселке Воргашор. Подтолок. Здесь много дыни. Здесь много дыни. Вот такой вот вид открывается здесь на поселок из окна заброшенного дома. Поселок Воргашор самый крупный на Воргутинском кольце. Сейчас в нем проживает 10,5 тысяч человек, в то время как перед распадом СССР было 25 тысяч. Слово Воргашор в переводе с языка коми означает «ручей в вольянии тропы». Несмотря на то, что Воргашор и самый крупный на кольце, он не самый старый. Поселок был основан в 1964 году, а наиболее сильно развиваться начал после открытия в 1975 году шахта Воргашорская, которая действует и поныне. Многие дома в поселке обитаем или частично. Например, какой-то этаж обитаем, остальные квартиры заколочены и отлучены от коммуникации. У нас таким же был поплеer дома. В прихожей было можно наклеить. Оно тут и есть. Это обои? Прихожая, они мягкие. Здесь трехкомнатная квартира, 1, 2. Это типа такой советский стиль, называется пеноплекс. Советский и есть стиль. 1, комната, 2. Трехкомнатная? Трехкомнатная, а там трехкомнатная? Ну вот еще вход в квартиру. Дверь. Трехкомнатная, 37-я получается. Вот как выглядит дом. Наполовину заселенный, наполовину вымороженный. То есть видно, что здесь прям отопление отключено по подъездам. Часть дома еще обитаема, хотя есть заколоченные окна. И весь первый этаж тоже не жилой. Часть на грани, прям эта граница видна. Ну а вот эта правая часть, она вся заморожена. А вот напротив дома, он весь жилой. В 70-е годы население Воркутинского кольца вместе с Воркутой достигало 300 тысяч человек. В 90-е нулевые Воркутинское кольцо стремительно пустило из-за закрытия шахт по причине структурного кризиса угледобывающей отрасли в нашей стране. Сейчас население городского округа Воркута насчитывает 68,5 тысяч человек, из которых 80% сосредоточено в Воркуте. Остальные 20% приходится на жителей двух наиболее крупных поселков Воркутинского кольца – Воргашоры Северный, а также совсем мало населенные Заполярный и Комсомольский. Расселение воркутинских поселков ведется на базе программы ликвидации ветхого жилья с последовательным переселением людей в Воркуту. То есть властями проводится целенаправленное пространственное сжатие, прилегающее к городу жилищной инфраструктуры. О текущих результатах расселения, уплотнения, сжатия, как все это ни назови, красноречиво свидетельствуют эти кадры, наглядные иллюстрирующие масштабы социальных проблем, стоящих перед властями Воркуты и других северных регионов нашей страны. Воркутинских поселков Тут заброшенные дома. Брошенные дома. Вон прям соседство все существует. Вороноквартал. Поселок Северный, второй по величине, на Воркутинском кольце. Сейчас население поселка составляет 8 тысяч жителей, из 20 на момент распада Союза. Поселок обслуживает действующую шахту Северная. Кроме того, здесь также располагается Воркутинская ТЭС-2, которую мы видим на этих кадрах. Везде едем, посыпана угольная крошка, чтобы не скалить. Здесь посыпают угольные крошки. Как населенный пункт Северный стал развиваться во второй половине 40-х, с момента образования шахты Северная. К 1951 году в поселке было возведено первое монументальное здание Воркуты. Им стал Дом культуры. Авторы проекта архитекторы Георгий Ганцкевич и Всеволод Лунев. Любопытно, что в художественном оформлении зала ДК принял участие осужденный за шпионаж француз Жан Николя. Александр Угримов, также принимавший участие в оформлении Дома культуры, в своей книге «Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту», вспоминал, что француз этот принадлежал к семье, связанной с церковным искусством, главным образом с изготовлением цветных витражей. В лагере Николя зарекомендовал себя как художник, способный к живописи и скульптуре, поэтому оказался в стройконторе на работах по отделке главного зала ДК. В своей книге «Одиннадцать лет в раю», написанной уже после репатриации во Франции, Николя рассказывает, что изначально проект художественной отделки был достаточно скромный, но при поддержке начальника строительства он сам усложнил примерно в 10 раз первоначальный план, придумывал мотивы украшений, вырезал силуэт. Также примечательно, что в этом Доме культуры в ноябре 1951 года проходила первая городская партийная конференция города Воркуты, на которую делегаты добирались на лыжах из-за отсутствовавшего в то время автомобильного сообщения с Воркутой. Вот эти самые стулья в 50-х годах, которые сохранились с тех времен, когда открыли этот Дом культуры. Очень душевная здесь администратор, рассказала нам, показала, какие здесь есть творческие коллективы, сколько всего делается для занятий с детьми, кружки, творчества. Вообще молодцы! В следующей серии мы расскажем о наших приключениях по дороге на Карское море. Мы побываем на побережье Северного Ледовитого океана, а также узнаем, кто такой мини-сейпом и в честь кого назван самый северный горный массив Полярного Урала – Константинов камень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова